Здравствуйте, уважаемые ребята! На сегодняшнем занятии мы с вами повторим раздел функций, их свойства и графики. Вам могут встретиться разные задания. Напоминаю, что функция может быть задана графически. На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя. На вертикальной оси температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, за сколько минут двигатель нагреется с 30 до 40 градусов. Это задание первого раздела. Здесь не нужно ничего пояснять. Как же все-таки ответить на вопрос задачи? Для этого на вертикальной оси мы находим значение 30 градусов Цельсия и 40 градусов Цельсия на вертикальной оси. И соответствующее им значение 1 минута и 2 минута на горизонтальной оси. Нас интересует ответ на вопрос, за сколько минут двигатель нагреется с 30 градусов Цельсия до 40 градусов Цельсия. Следовательно, ответом будет разница значений 2 минуты и 1 минута. Итак, двигатель нагреется за 1 минуту. Также вам могут встретиться элементарные функции, которые будут заданы в виде формул. Или вам нужно будет соотнести имеющийся график с формулой. Помним, что линейная функция задается формулой y равно kx плюс b. Примером задания на рисунке изображены графики функций вида y равно kx плюс b. Установите соответствие между знаками коэффициентов k и b и графиками функций. Коэффициент k называется угловым коэффициентом. Он показывает угол наклона прямой к положительному направлению оси x. Можно заметить, что только в двух рисунках угол наклона тупой. Он больше 90 градусов. Как известно, значения коэффициента при этом отрицательны. Следовательно, для рисунка 1 и 2 подходят утверждения под буквами а и b. Отличаются они только значением коэффициента b. Коэффициент b является ординатой точки пересечения графика с осью ординат. Значение b, значение ординаты точки пересечения, в первом рисунке меньше нуля, на втором рисунке больше нуля. Следовательно, утверждению а ставим в соответствие первый рисунок, утверждению b ставим в соответствие второй рисунок. Для утверждения v остается только третий рисунок. Давайте проверим. k больше нуля, угол наклона острый, b меньше нуля. Точка пересечения прямой и оси ординат находится ниже нуля. То есть ее значения отрицательны. Заполните вспомогательную таблицу. Букве а соответствует числу 1, букве b 2, букве в 3. В ответ вам нужно выписать только значение второй строки. 1, 2, 3. Без пробелов, без других знаков припинания. 1, 2, 3. Другими заданиями на линейную функцию устанавливаются другие навыки. Вам предлагаются конкретные формулы, но знания те же самые. Итак, нужно соотнести графики с формулами. Проанализируем увиденные графики. Два рисунка изображают прямые, которые имеют угол больше 90 градусов. Следовательно, коэффициент k отрицательный. Они соответствуют формулам под номером 1 и 2. Для того, чтобы выбрать, какая функция соответствует графику А, достаточно посмотреть на точку пересечения прямой с осью ординат. На первом рисунке точка с координатами 0, 1. Следовательно, рисунку А соответствует вторая функция. А рисунку В первая. Заполнили таблицу. Рисунку В соответствует третья функция. Действительно, угол наклона прямой к положительному направлению оси Х острый. И это записано в формуле. Коэффициент равен 2. Точка пересечения графика функции с осью У находится выше 0. Следовательно, коэффициент В положительный. Итак, третья формула задает график под буквой В. Заполнили вспомогательную таблицу. В ответ выписываем цифры 2, 3, 1. Без пробелов, без дополнительных знаков припинания. Следующая функция, которую вам нужно вспомнить, это квадратичная функция. Общий вид квадратичной функции у равно АХ квадрат плюс БХ плюс С. Каждый коэффициент отвечает за свое местоположение графика функции в системе кардина. Коэффициент А отвечает за направление ветвей параболы. Если он положителен, значит ветви параболы направлены вверх. Если он отрицательный, значит вниз. На рисунке изображены графики функции вида АХ квадрат плюс БХ плюс С. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов А и С. Только на третьем рисунке ветви параболы направлены вниз. Этому графику соответствуют условия под цифрой 1. Итак, В1. Осталось выяснить, чем отличаются графики под буквой А и Б. Коэффициентами С на графике под буквой А Точка пересечения параболы с осью ординат находится ниже нуля, то есть значение С отрицательна. Этому условию соответствует утверждение под номером 3. На графике Б Точка пересечения графика функции с осью ординат находится выше нуля. Этому утверждению соответствует запись под номером 2. Заполняем вспомогательную таблицу. А, 3, B, 2, V, 1. В ответ записываем 3, 2, 1 без пробелов и без запятых. Еще один коэффициент, коэффициент B, который не был еще ранее рассмотрен. Он отвечает за расположение вершины параболы. График какой из функций под номером 1, 2, 3 или 4 приведен на рисунке. Сразу отбрасываем утверждение под номером 3. Почему? Потому что коэффициент А отрицательный. Утверждения под номером 1 и 2 отличаются только знаком перед переменной Х, находящейся в первой степени. Утверждение под номером 1 соответствует формуле, которая задает данный график. Как можно убедиться в правильности ответа? Достаточно подставить точку, принадлежащую графику данной функции, в наше уравнение. Например, это точка с координатами 1, минус 1. Вместо у подставляем минус 1, вместо х единица. Минус 1 равно 1 в квадрате минус 2. Данное числовое равенство действительно верно. Итак, ответом для данного задания будет первое утверждение. Установите соответствие между функциями и их графиками. Выбираем функцию под буквой А. Минус х квадрат минус 4х минус 3. Коэффициент А отрицателен. Коэффициент В отрицателен. Коэффициент С отрицателен. Данному условию могут соответствовать как график, расположенный на первом рисунке, так и график, расположенный на втором рисунке. Отличие только в положении вершины параболы слева или справа от нуля. Правильный выбор. В формуле, заданной под пунктом А, будет соответствовать график 1. В формуле, заданной под буквой В, график 2. В формуле, заданной под буквой В, 3 график. Действительно, коэффициент А положителен. В ветве параболы направлены вверх. В ответ из таблицы выносим 1, 2, 3. Примером более сложных заданий на тему функция могут быть такие, где необходимо найти один или несколько коэффициентов. В данном случае нужно найти только значение коэффициента А, а придется найти все. Итак, для того, чтобы найти значение А, подставим координаты точек, принадлежащих графику данной функции, в формулу. Точка с координатами 0, 3 принадлежит графику функции. Тогда составляем числовое равенство и находим коэффициент С. Осталось найти два коэффициента А и В, среди которых будет искомый. Точки с координатами минус 1, 2 и минус 2, 3 принадлежат графику функции. Подставим вместо значений Х и У соответствующие числовые значения. Получим систему двух линейных уравнений, решив которую найдем значения коэффициента А и В. Но в ответ записываем только число 1, поскольку условием задания найдите значение А по графику функции. Следующая функция – обратная пропорциональность. Установите соответствие между графиками функции и формулами, которые их задают. Как видно, изменилась конфигурация графика. Это гипербола, ветви которой расположены либо в первой и третьей четверти, либо во второй и четвертой. Как известно, можно определить, в какой четверти будут расположены ветви гиперболы по значению коэффициента К. Если он положителен, следовательно, веточки будут расположены в первой и третьей четверти. Если он отрицателен, то во второй и четвертой. Руководствуясь данным правилом, следовательно, графику под буквой А будет соответствовать вторая формула. у равно 3 деленное на х, поскольку коэффициент положителен. Осталось распределить графики под буквами В и В между первой формулой и третьей формулой. Чем же они отличаются? Коэффициент меньше единицы или больше единицы по модулю? Рисунку, заданному под буквой В, соответствует первая формула, а рисунку, заданную под буквой В, соответствует третья формула. Заполняем таблицу и в ответ выписываем без пробелов, без запятых, цифры 2, 1 и 3. Более сложное задание на нахождение значений коэффициента. По графику функции у равно k деленное на х, изображенному на рисунке, нужно определить значение коэффициента k. Для решения достаточно подставить координаты точки, принадлежащие графику данной функции, в формулу у равно k деленное на х. Функция у равно корень из х. График какой из функций под номером 1, 2, 3 или 4 приведен на рисунке. Анализируя каждую формулу под номером 1, 2, 3 или 4, приходим к выводу, что график задается уравнением, записанным в первом случае. Для того, чтобы выполнить данное задание, можно вспомнить свойства преобразования графика в функции. График функции у равно корень из х сдвинут на одну единицу вверх и вытянут вдоль оси у в два раза, где можно увидеть этот коэффициент 2. Если вынести за скобки под корнем 4 и извлечь корень, то мы увидим этот секретный коэффициент 2. Установите соответствие между графиками функции и формулами, которые их задают. Вооружившись знаниями по рассмотренным функциям, легко можно определить, какому из графиков какая из четырех формул соответствует. На первом рисунке изображена прямая. Уравнение прямой у равно кх плюс b. Находим среди предложенных четырех формул линейное уравнение. Это уравнение под цифрой 2. Итак, графику под буквой а соответствует вторая формула. На рисунке b изображена парабола. Парабола задается квадратным уравнением. Выбираем из четырех предложенных формул квадратное. у равно минус х квадрат минус 1 и у равно х квадрат минус 1. Чем же они отличаются? Они отличаются коэффициентом перед х квадрат. А мы уже повторили. Если он отрицателен, значит ветви параболы должны быть направлены вниз. В нашем случае ветви параболы направлены вверх. Следовательно, рисунку b соответствует четвертая формула. И на последнем рисунке изображена гипербола. Уравнение гиперболы у равно к деленное на х. И действительно, график изображен во второй и четвертой четверти. Коэффициент к отрицателен. Заполнив таблицу, выписываем цифры 2, 4 и 3. Кроме заданий, где предусматривается знание графика функции и формул задающих эти графики, вам необходимо вспомнить свойства функции. На рисунке изображен график квадратичной функции у равная f от х. Какие следующих утверждений о данной функции не верны? Запишите их номера. Утверждение первое. Значение функции от минус 1 равно значению функции от 3. Данные значения действительно равны. Точки, соответствующие данной записи, находятся на оси абсцисс. Значения функции от минус 1 и значения функции от 3 одинаковы. Они равны 0. Второе утверждение. Наибольшее значение функции равно 3. Наибольшее значение функции в данном случае равно 4. Следовательно, второе утверждение неверно. Проверим справедливость третьего утверждения. Значение функции больше 0 при х, принадлежащему промежутку от минус 1 до 3 или иначе можно прочитать это двойное неравенство при х больших минус 1, но меньших 3. Находим значение х на графике и действительно значение функции больше 0 на данном промежутке. ответом для данного задания является только утверждение под цифрой 2. Ответ 2. Итак, на сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрели варианты заданий 7 и 11. Повторили элементарные функции, их свойства и графики. Рассмотрели примеры чтения графиков функций. Закрепить материал сегодняшнего урока вы можете, выполнив домашнее задание. На сайте ФИПИ можно найти задание рассмотренного сегодня раздела. Если такой возможности у вас нет, то я вам предлагаю выполнить упражнение из учебника по алгебре 9 автор Макарычев номер 15, 23 и 44. На этом наш урок закончен. Успехов вам! Добрый день, уважаемые 11-классники! Сегодня мы с вами продолжим подготовку к единому государственному экзамену и поговорим о задании под номером 13. Задание под номером 13 это всегда уравнение и эта задача двухбальная. Один балл вы получаете за решение самого уравнения, второй балл вы получаете за отбор корней уравнения на заданном отрезке. Как правило, уравнения, которые встречаются в последнее время на едином государственном экзамене, являются либо тригонометрическими, либо смешанными, которые сводятся в результате к простейшим тригонометрическим. Ну, рассмотрим первое задание. Это боевое задание 18-го года. Было предложено следующее тригонометрическое уравнение. Нужно его было решить и нужно было сделать отбор вот на таком вот отрезке от минус 2π до минус π пополам. Давайте сразу с вами определим так называемый базовый набор формул, который должен быть у вас в голове всегда. Конечно, идеально, чтобы вы знали все, но такого практически не бывает. Но всегда можно формулу вывести, если вы что-то забыли. Вы должны обязательно знать таблицу стандартных значений тригонометрических функций, обязательно должны знать формулы двойных углов, это синус, косинус двойного угла, тригонометрическую единицу и формулы суммы. То есть речь идет о формулах синус альфа плюс бета, синус альфа минус бета, то же самое для косинуса. Почему именно вот эти формулы? Ну, допустим, формулу приведения можно легко из них получить. Рассматриваем задачу. Значит, что можно видеть? Необходимо вот здесь сейчас выполнить преобразование. Первый компонент я переписываю, а здесь я применяю формулу синус альфа плюс бета. Что это будет? Синус х косинус пина 4 плюс косинус х умножить на синус пина 4. И это косинус х. После того, как вы преобразовали уравнение к следующему виду, вам необходимо сделать подстановку здесь. косинус пина 4 радиан и синус пина 4 радиан это стандартные значения, равные единичке делить на корень из двух. После того, как вы это сделаете и раскроете скобки, ваше уравнение примем следующий вид. 2 синус квадрат х плюс синус х плюс косинус х сразу перенесем косинус влево равно нулю. Приводим подобные. Косинус х и минус косинус х вазы не уничтожатся. Получаете вот такое совершенно простое уравнение. 2 синус квадрат х плюс синус х равно нулю. Что сделать с этим уравнением? Ну, тут очень легко вынести за скобки общий множитель. Это синус х. В скобках остается 2 синус х плюс единица. И дальше вы применяете правила пятого класса. Если произведение равно нулю, то это означает, что один из множителей обязательно равен нулю. Значит, синус х это 0 или 2 синус х плюс 1 это тоже 0. Простейшее тригонометрическое уравнение в частном случае. Значит, здесь х у нас с вами пи-к, вытекает число целое. А здесь синус х мы с вами выразим. Получается минус 1 вторая. Дальше кто как привык. Кто-то применяет стандартную формулу для решения уравнения такого вида. Кто-то представляет себе единичную окружность и выписывает решение. Но, тем не менее, это уравнение будет иметь два множества решений. Первое множество. Минус пи на 6 плюс 2 пи n, где n целое. И второе. Минус 5 пи на 6 плюс 2 пи n, где n число целое. Все, с пунктом а задачи вы справились. Вы получили три множества решений. Вот они. И можно приступать к пункту b, то есть к отбору корня. Отбирать корни можно разными способами, но я рекомендую применять двойные неравенства. То есть о чем сейчас придет речь? Рассмотрим первое множество. x равно пи к, где к число целое. И найдем все корни, которые попадают в отрезок от минус 2 пи до минус пи пополам. Вот теперь нужно вспомнить восьмой класс. Что вообще на самом деле означает эта запись? Означает она следующее, что ваш x лежит от минус 2 пи до минус пи на 2. Вот теперь мы это и применим. Составляем неравенство. Минус 2 пи не превосходит пи к и не превосходит минус пи пополам. Ну, получили бы двойное неравенство. Нужно его решить относительно к, где к обязательно целое. Это нужно указывать. Разделим обе части на пи радиан. Получим минус 2, меньше либо равно к, и меньше либо равно минус 1 второй. Вам нужны целые решения вот этого неравенства. Целые числа, удовлетворяющие этому неравенству. Это минус 2, минус 1, и все. После того, как вы нашли значение к, вам нужно найти соответствующие корни, то есть выполнить подстановку вот в эту формулу. Если у вас к равно минус 2, то х будет равен пи умножить на минус 2, это минус 2 пи. Если же у вас к равно минус 1, то х у вас будет равен минус пи. Подобную процедуру нужно проделать для двух оставшихся множеств решений. Ну, давайте вот для этого сделаем. Второе множество разбираем. х это минус пи на 6 плюс 2 пи n, где n число целое. Составим снова же с вами двойное неравенство. Получим минус 2 пи, меньше либо равно чем минус пи на 6 плюс 2 пи n, и меньше либо равно чем минус пи пополам. Решим это неравенство. Разделим обе части на пи. Получим минус 2. Здесь будет минус 1 шестая плюс 2n, а здесь минус 1 вторая. 1 шестую нужно будет перенести с противоположным знаком в левую и в правую части. Получаем минус 2 плюс 1 шестая это минус 1 целая 5 шестых. не превосходит 2n и меньше либо равно чем минус 1 вторая плюс 1 шестая. Ну, считаем. Минус 3 шестых плюс 1 шестая это минус 2 шестых, это минус 1 треть. Ну, теперь обе части неравенства разделим на 2, поскольку вам нужно отсюда найти n. 1 целая 5 шестых со знаком минус это минус 11 шестых. Делим на 2. Минус 11 двенадцатых меньше либо равно n и не превосходит минус 1 шестой. Опять же, у вас кругом здесь n число целое. Ну, а теперь смотрим на полученное решение. Есть ли у вас целые значения, которые удовлетворяют вот такому двойному неравенству? Их нет. То есть здесь решения нет. Это означает, что вот это множество решений уравнения не имеет корней на отрезке от минус 2π до минус π пополам. И, наконец, рассматриваем третий случай. Составляем соответствующее двойное неравенство. Получаем минус 2π меньше либо равно чем минус 5π на 6 плюс 2πn и меньше либо равно чем минус π пополам. Нужно решить это неравенство. Делается точно так же, как вы делали в первом случае, во втором случае. В результате вы получаете следующее двойное неравенство. Значит, ваше n будет лежать в промежутке от минус 7 двенадцатых до 1 шестой. Вам нужно найти целое решение. Единственное целое число, лежащее в этом промежутке, это ноль. После того, как мы нашли значение н равное нулю, необходимо выполнить подстановку и найти соответствующее значение х. Считаем. Минус 5π на 6 плюс 2π умножить на ноль это ноль, значит, будет минус 5π на 6. Обязательно не забываем выписать ответ. В ответ вы выписываете под пунктом А три множества решений, то есть пишем πк, где k целое, минус π на 6 плюс 2πn, где n целое, и минус 5π на 6 плюс 2πn, где n целое. И под буквой B вы выписываете найденные корни. Это минус 2π, минус π, и минус 5π на 6. Теперь можно поговорить о типичных ошибках, которые вы обычно допускаете при решении таких уравнений. Допускается оно вот здесь, в первой строчке. Вот вас смущает это число π на 4. Почему-то большинство из вас думают, что это формула привидения. Нет, ребят, тут не формула привидения, здесь именно формула синуса суммы двух углов. Это первое место. Второе. Некоторые из вас забывают стандартные значения для синуса π на 4, косинуса π на 4 или любого другого стандартного угла, но это надо выучить. Ну и третья ошибка, которая есть, она обычно у вас возникает вот здесь, когда вы решаете уравнение, простейшее тригонометрическое. Еще раз повторяю, или же вы знаете хорошо формулы для решения таких уравнений, или же вы в уме себе сразу можете представить единичную окружность, вспомнить определение синуса и выписать найденные множество решений. Теперь давайте с вами рассмотрим пример, когда речь пойдет об уравнении смешанного типа, которое будет сведено тригонометрическому. Предположим, нам нужно решить вот такое уравнение, такого вида. Логарифм по основанию 4 от выражения 2 в степени 2х минус корень из 3 умножения на косинус х минус 6 синус квадрат х равно х и найти его корни, которые будут принадлежать промежутку от 5π пополам до 4π включительно. В чем сложность решения подобных уравнений? Здесь помимо базового набора тригонометрических формул у вас должен появиться базовый набор для работы с логарифмическими выражениями и с показательными выражениями. Плюс к этому стоит помнить, что логарифмическая функция определена не на всей числовой прямой. То есть что это означает? Что под логарифмическое выражение должно быть обязательно строго больше нуля. Поэтому выпишем с вами условия ограничений. 2 в степени 2х минус корень из 3 умножить на косинус х минус 6 синус квадрат х больше нуля. Выписали неравенство. Решать это неравенство в данном случае не стоит. Во-первых, это достаточно сложно. Неравенство смешано, показательное, и тригонометрическое методов решения таких неравенств вы по своей сути не знаете. Поэтому вот здесь я и пишу, что это условия ограничения, а не O, D, Z. Если бы вот здесь написали O, D, Z, то есть область допустимых значений уравнения, вы были бы вынуждены обязательно это неравенство решить. Как только вы выписали ограничения, начинаем решать самоуравнение. Ну потенцируем обе части. То есть что получается? 2 в степени 2х минус корень из 3 умножить на косинус х минус 6 синус квадрат х это 4 в степени х. И сразу обратите внимание. 4 в степени х. Выражение для любого х положительное. Значит, ваши условия ограничения будут выполняться, и тот переход, который вы сделали, является равносильным. Начнем преобразовывать. Что такое 2 в степени 2х? Ну это 4 в степени х. Заменили. Для чего я заменяю? У меня вот здесь 4 в степени х будут подобные слагаемые. Остальное переписали. И получили вот такое уравнение. Приводим подобные. 4 в степени х и минус 4 в степени х взаимно уничтожатся. Остается минус корень из 3 косинус х минус 6 синус квадрат х равно 0. Уже уравнение намного попроще, поприятнее. Теперь основной принцип. Вы должны прийти к одному аргументу, к одной функции. Аргумент у вас одинаковый здесь. Приходим к одной функции. Понятно, что придется прийти к функции косинус, потому что синус квадрат х легко заменить. Что такое синус квадрат? Это единица минус косинус квадрат х, и это 0. После чего раскроем скобки. Получаете вы квадратное уравнение относительно косинус х. То есть я сейчас делаю замену переменных. Переобозначу косинус, пусть это будет t. Теперь стоит вспомнить, что косинус функция ограниченная, то есть косинус принимает все значения из отрезка от минус 1 до 1. То есть выполняется вот такое вот условие. Переписываю квадратное уравнение. 6t квадрат минус корень из 3t минус 6 равно 0. Страшненько, но ничего страшного. Находим дискриминант. b квадрат минус 4c, значит минус корень из 3 в квадрате. Это у вас тройка. Минус 4 умножить на 6 и на 6, это на 36. Так, что у нас здесь получится? Троечка. Теперь здесь плюс. Плюс ваш появился, потому что 6 умножаем на минус 6, это минус 36. И еще знак минус формули. Ну, тут умножаем. Так, 120, еще 24, 144. 147. Вот в этом месте не стоит паниковать. Да, дискриминант не является полным квадратом. Ничего страшного. Разложим на множители. 147. Ну, вспоминаем 6 класс. Признаки делим мысль на 3. Сумма цифр числа делится на 3, значит число делится на 3. Это будет 3 умножить на 49. А это, в свою очередь, 7 корней из 3 в квадрате. Находим значение Т. Так, будет корень из 3, минус 7 корней из 3, разделить на 2а, это на 12. Так, это минус 6 корней из 3 на 12. Это минус корень из 3 пополам. И Т2. Это корень из 3 плюс корень из 3 из 7 корней из 3 делить на 12. Это 8 корней из 3 деленное на 12. Можно сократить на 4. Получим 2 корня из 3 разделить на 3. А вот и теперь нужно остановиться и задуматься. Тут все хорошо, стандартное значение для вас знакомое. Нужно прикинуть примерно, чему равна вот эта дробь. Корень из 3, ну, это больше, чем 1,7. 1,7 умножаем на 2, это 3,4. 3,4 делите на 3, получаете величину, которая больше единицы. А у вас ограничение было. Значит, здесь пишем, что этот корень квадратного уравнения не удовлетворяет условию замены. Теперь нужно вернуться. Значение Т вы нашли, но у вас одно подходящее, минус корень из 3 пополам. Вспомним, что такое было Т. Это косинус. Значит, что получается? После замены вы получаете вот такое уравнение. Косинус х это минус корень из 3, деленное на 2. Простейшее тригонометрическое уравнение. Опять же, применяйте формулы или же представляете себе это все на единичной окружности. Выписываем множество решений. Так, косинус минус корень из 3 пополам. Значит, это вторая, третья, четверти. Если вы представляете круг. Ну, с учетом периодичности. Получается у вас минус 5π на 6 плюс 2πn, где n целое. И 5π на 6 плюс 2πn, где n число целое. Буквы можно сохранять, можно буквы менять. Просто должны понимать, что эти два уравнения у вас независимы друг от друга. Вот таким образом мы с вами сейчас выполнили пункт А. Решили уравнение, то есть нашли его корни. Вот одно множество, вот другое множество. После этого следует перейти к пункту B, а именно к отбору корней. Как приступаем к пункту B, к отбору корней? Для этого составляем с вами два двойных неравенства, как мы это делали в предыдущем задании. И решаем каждое из них относительно n. Не забываем, что n у нас обязательно число целое. В результате решения первого неравенства вы получаете n равное единичке. И сразу же, чтобы не забыть, подставляем в первое множество. Вот сюда. И считаем. Получаем 5π на 6 плюс 2π. Это 17π на 6. Точно так же поступаем со вторым множеством решений, находим значение n равное 2, выполняем подстановку. Получаем значение 19π на 6. И повторяю еще раз. Не забываем ни в коем случае выписывать ответ. Пишем слово ответ. Выписываем решение пункта А. Это минус 5π на 6 плюс 2πn и 5π на 6 плюс 2πn. И теперь, наконец, выписываем решение пункта B. Это 17π на 6 и 19π на 6. Это даст вам возможность получить максимальный балл за эту задачу. Каковы типичные ошибки этой задачи? Ну, как было сказано выше, вот здесь вы определенные условия плохо называете. То есть, еще раз повторяю, если вы пишете здесь не условия ограничения, а область допустимых значений уравнения, это УДЗ должно быть решено. А иногда УДЗ решить сложнее, чем саму задачу. Поэтому так делать не стоит. Выписали условия ограничения. Дальше все зависит от того, насколько хорошо вы знаете свойства логарифма, свойства степеней. Более ничего знать не надо. На самом деле, задание номер 13. Это массовое задание для решения. И это та задача, на которой не стоит терять баллы. Я желаю вам успехов при решении этих задач и успешной сдачи экзамена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин